Он приехал после института, приехал в Марк, ему не дожить. Его приютил Сережа Григо, наявой, у себя тут, на улице. Он в Лопухове учился, попал в фонд, я в художественном комбинате. То есть, он же там Лопухов в то время, ну там заказные работы, он по распределению, но он все время делал свое. Марк, хоть даже заказные работы, делал по-своему. И вот даже, ну это же он сам рассказывал, даже на этих курсоветах они не знают. Он закончил институт, ученик Лопухова, это звучит же. А Лопухов же тогда был в этом вообще, да? Ну парадоксально, что он вручился в Лопухова, а вот он приехал, формальный штук, он же мне рассказывал, что он был в группе Черно-Белые, Черно-Белые тоже. Ну он, мы с ним познакомились, ходил в майстернях, он там. Какой он был, расскажите про него? Марк, в принципе, немногословный. Ну он конкретно мог сказать, вот там, очень, как сказать, в то время же не было, вот интернет, очень много литературы. Вот это не как работает, но он иностранный. Там Милый Зет в то время, там, польский журнал. Вот он, как делал, он раскладывал, то есть, не кихода ему нравились. Он был очень оригинальный. То есть, если взять вот Полтаву, да, он выпадал из этого всего. То есть, сразу видно, что он там, говорят, импортный. Ну, например, визику-то новую эстетику или подход, я знаю. Вот Винделов-то. Вот этот ход, который он белый раз, например, лицо делается, и с фоном оно пропадает. Тут, например, он, Сережа, на него на это запал. По сути, он его построил, это, так сказать. Сережа, вот эти вот делает эти натюрморты, да, мне уже раз оно с фон уходит, да, там раз-раз. Сережа? На его. Но он умер недавно. И вот это он показал, этот прием. И Сережа, ну, это хорошо. Ну, я помню, дед Марк, мы встречаемся с Полтавием, да и говорит, сейчас был у наявого, как он меня дерет. Понимаешь? Ну, это характерно для художников. Я говорю, Марк, а что ты сказал? Да, а что я скажу? Оно льстит, когда тебе подражают. Льстит, конечно, да. Ну, вот, Марк, вот эти же мы в спилку вступали. В 89-м году нас три. Я, у меня сельская тема. Марк Лейко, со своими вот этими натюрморты, такие, ну, я не знаю, как их назвать. Ну, они такие формально выстроенные, такой минимализм. Десь... Ну, как? Это минимализм, консультивизм, да. Ну, такие они... Ну, короче, изысканный, я так скажу. Одну хвилиночку. Ну, там не один. Ну, там був живописный заповідник. Живописный заповідник. И он попал в эту группу. Там, животков, вот эти, сельваши они все там. Якою він людиною був, окрім того, що він був мовчазни? Та я б не сказав, що він, вообще-то, мовчазний. Ну, як сказати? Курив, вот это, почти не пив. Так він сам, может, там. Він тогда, в жених, у него синий, синий, кстати, умер недавно. А потом же у нас появился Маркосяничев. И они сдружились, мы вдвоем. Жились, ну, это недовго. И я уже ехал в это самое. В Киев? Да, да. Після Киева він повертався до Полтави? Не, ну, бува, что приезжал. У него же тут жена и сын. Ну, в принципі, редко приезжал. Ну, я оценил. Я говорю, Марко, я приглашаю, показываю работу, я оценил его мнение. Он говорил конкретно. Говорит, вот это убрать, вот это классно. Я помню, он меня кратикнул. Я куда-то сделал картину. Говорит, ну, шо это? Ты ж колорист. Я говорю, где колорит? Так меня пробомбил. Я говорю, говорит, он мне говорит, твое достоинство – это колорит. То он мне сказал. Такая-то колорит не каждый может сделать. Гейка, вот это вот, его белые картины, вот это черно-белые, они просто светятся белизной. Вот эти натюрморты его. Я же, ну, нашел, ну, этот стиль, конечно, он подпитывался. Я к нему часто ходил в мастерскую, мы общались здесь. То есть, мы просто есть дружба. Вот дружба есть. То есть, когда понимаешь, чем он занимается, я, ну, ну, дружба была. Не просто там художник, привет, привет. А вы критиковали его работа? Я? Я критиковал. Я мог сказать, Марк, вот этого я, ну, типа, ну, я, очень недогоняю, я, может, даже говорю. Говорю, это больше нравится. Ну, и я. То есть, я так не критиковал. Потому что Марк, тут же, что такое время? Вот, привыкло, что у нас такие художники, вот, реалисты. Я фамилию не имею в виду. У нас. И он. Это была альтернатива даже всей Полтавии. Вот такое. Ну, в принципе, да. Продолжение следует... Продолжение следует...